Раскрытие схем краж денег путем обмана для представителей правоохранительных структур не в новинку. Девиз «Будь проще» взяли с недавних пор на вооружение и мошенники. С помощью мобильной рассылки злоумышленники просили граждан срочно перезвонить на незнакомый номер, состоящий из 13 цифр. И все у мошенников шло по плану, пока одно из сообщений не попало на корпоративный мобильный номер сотрудника правоохранительных органов. Наши сотрудники милиции в этом плане провели проверку и установили, что люди, которые перезванивали на эти мобильные телефонные номера, с их баланса списывалась определенная сумма денег. Поэтому мы обращаемся к гражданам, которые получали такие смс-ки, а на территории Брещины получали смс-ки в Бресте, в Ивацевичах и в Ляховичах. Также случаи, зафиксированные в Гомельской области, ни в коем случае не перезванить на эти телефонные номера и сообщать об этом в милицию. Как было установлено, для рассылки мошенники использовали специальную программу, которая позволяет быстро отправлять небольшие текстовые сообщения на тысячи номеров одновременно. В данном случае номер телефона, указанный в смс-сообщении, платный. Подобные неожиданные просьбы перезвонить могли получить сотни белорусов и в ответ позвонить, например, в Западную Африку. Используя специальную программу смс-рассылки, которая подбирает случайные номера мобильных телефонов, они рассылали сообщение с просьбой перезвонить на номер телефона. Номер телефона, указанный в смс-сообщении, был платный и принадлежал сопредельным государствам. Австрия, Кодивуар. Сотрудники милиции напоминают жителям Брестской области о бдительности. Важно помнить, что номера белорусских мобильных операторов начинаются с цифр 375. Все остальные комбинации чисел указывают на системы других государств мира. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Александр Сергеевич Пушкин даже не подозревал, что его знаменитые строки будут настолько актуальны спустя 200 с лишним лет. Несмотря на большую профилактическую работу, которую проводят сотрудники правоохранительных органов, сегодня среди нас есть те, кто ведется на удочку злоумышленников.